Здравствуйте, это компания Viva Telecom и мы сегодня будем тестировать в городе серию NX1000 от компании Kenwood. Станции эти модификации DMR, то есть посмотрим как они будут работать в цифровом и в аналоговом режиме. Начнем мы с режима цифрового, когда станции уже будут неудовлетворительно работать на какой-либо точке, мы переключимся в аналоговый режим. В аналоговом режиме уровень шумоподавителя минимальный и стоит поднесущая для того, чтобы избавиться от помех. Но мы так всегда сделаем, программируем таким образом станции, чтобы обеспечить максимальную дальность. Далее, точки все стандартные у нас, мощность естественно высокая, аккумуляторы полностью заряжены. И мы в этом тесте, это сделаем отдельным роликом, чтобы не потерять потом данные результаты теста, мы сравним работу в стандарте DMR с ключом и без ключа шифрования. То есть начнем сначала работать с ключом, где связь уже будет неустойчивой, переключимся тогда на канал открытый DMR и проверим, будет ли дальность связи больше без использования ключа. Так, абонент первый будет перемещаться по точкам, это я, а второй абонент будет находиться на девятом этаже кирпичного здания. Линия связи не выходит напрямую, то есть окна расположены перпендикулярно линии связи. Ну, я вам приведу общий сборник, там все расписано. Так, ну и заодно мы еще один эксперимент проведем. В общем, это будет сравнение стандарта DMR и NXDN. То есть вот эта станция 3320NX, она запрограммирована сейчас в каналы NXDN. Посмотрим, как будет различаться качество связи и как будет различаться дальность. Антенны КРА-23М3 все здесь одинаковые, соответственно, и чувствительность у станций, в принципе, тоже в районе минус 121, 120 dBm в аналоге. Поэтому сравним, ну и в цифре они тоже похожи по характеристикам, по данным производителя. Поэтому, то есть сравнение будет вполне адекватным именно с сравнением стандартов, то есть DMR и NXDN. Ну, все, начинаем тогда, двигаемся по точкам. Так, первая точка 860 метров, станция Kenwood NX1300. Смотрите тоже, мы начнем с цифрового режима DMR с ключом. Соответственно, где перестанет работать цифровой режим с ключом для проведения эксперимента, мы будем в DMR работать без ключа. Посмотрим, влияет ли это на дальность связи. Дальше, где перестанет работать DMR, переключимся в аналоговый режим и также продолжим связь. Но сейчас пока DMR с ключом, первая точка. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Все, спасибо большое, переключайся на следующий Kenwood, прием. Ну, очень громко станция работает, звук чистый, никаких проблем нет, 5 баллов однозначно. Kenwood NX1300, вторая точка, большой уровень помех от высоковольтных проводов, но режим здесь DMR с ключом, работаем. Помех, естественно, приниматься не должно никаких. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. 1, 2, 3, 5, прием. Ну-ка, еще разок, троечка не прошла, прием. Надя, досчитай, пожалуйста, еще раз до 5 прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Все, отлично, переключайся на следующий Kenwood, прием. Но 4 балла я поставлю, все-таки один раз тройка не прошла почему-то, поэтому давайте 4 балла здесь Kenwood получит 1300. Так, NX1300, точка номер 3, 1400 расстояние, цифровой режим DMR с ключом, проверяем. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Все, отлично, переключайся на следующий Kenwood, прием. Ну, 5 баллов однозначно, а шуха режет от такой громкости. Все четко, никаких претензий к станции NX1300 нет. Kenwood NX1300, 4-я точка 1800, режим DMR с ключом, проверяем. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Все, переключайся на следующий Kenwood, прием. Ну, 5 баллов, конечно, все супер, просто отлично работает. Никаких искажений, никаких помех, естественно, нет. Счет мы не потеряли ни одну единицу. Следующий Kenwood. Так, Kenwood NX1300, цифровой режим DMR с ключом пока принимаем. Пятая точка, 2100, большое количество застройки. Связываемся через вот это высокоэтажное здание. Пробуем. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Все, отлично, переключайся на следующий Kenwood, прием. Ну, вообще, прекрасно просто, 5 баллов. Несмотря на то, что антенка всего лишь 9 сантиметров, да, КСВ у нее в районе полутора на этой частоте, на 433 700. Все прекрасно. И с ключом, причем до сих пор DMR работает. Вообще, я удивлен, приятно, 5 баллов. Так, смотрите, эксперимент следующий. У нас Kenwood со штатной антенной в цифровом режиме с ключом к связи на точке номер 6 не имеет. То есть, 3100 расстояние, все, Kenwood отключился. Цифровая связь, как знаете, ее особенность, если количество ошибок превышает уже какой-то определенный процент, то просто станция не включает динамик, и, соответственно, вы вообще ничего не принимаете, да. Дальше, следующий, без ключа в цифровом режиме DMR также связи нет. То есть, абсолютно глухо, со штатной антенной. Потом мы переключили, опять же, антенну от Kirisano KTX 057. Она более эффективна, и площадь излучения у нее больше, как видите, да. Связи в цифре тоже нет все равно. Сейчас вот мы включились на аналоговый режим, без поднесущей, с антенной Kirisano. Ну, чисто для проверки. Понятное дело, что станция на этой точке все равно выбывает из теста уже, да. Но для интереса проверим, насколько она может связаться в аналоге, хотя бы и с более эффективной антенной. Надя, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. Надя, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. Надя, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. Надя, досчитай, до 5 прием. Надя, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. Но все, к сожалению, и в аналоговом режиме станция здесь не принимает. Переходим к следующему Kenwood. Этот Kenwood выбывает из борьбы дальнейшей. Ну что, давайте тогда подводить итоги по Kenwood 1000 серии. В данном случае NX1300 я использовал в городе модификации E2, то есть с усеченной клавиатурой и дисплеем. Для того, чтобы ориентироваться по каналам было проще, я взял именно эту станцию, потому что мы проводили во время теста еще и некоторое количество экспериментов. Станция в целом нам очень понравилась, то есть отлично она работает и по громкости динамика очень хорошо. Ну то есть фактически даже хотелось убавить иногда даже в тех точках, где была дорога вообще рядом. То есть буквально 2 метра от дороги было и плотное движение. Все равно никаких проблем с Kenwood, с этим. Учитывая, кстати, то, что это начальный уровень цифровых станций, прямо прекрасно станция отработала. Конечно, антенну можно было бы и более эффективно использовать, но страшный дефицит штатных антенн, 27 они, по-моему, называются, которые длинные, то есть тоже в районе 15 сантиметров, их нет у поставщика, поэтому мы использовали КРА-23Н3 на диапазон 400-450, работали на частоте 433-700, и данные антенны, что на этом Kenwood, что на этом они одинаковые, имеют КСВ где-то в районе полутора на этой рабочей частоте. Ну то есть в принципе по КСВ они нормальные, но вот по площади излучения, конечно, они не очень. Но, опять же, мы во время теста и провели эксперимент, переключились на длинную антенну Кирисан, эффекта это все равно не дало. Но здесь, смотрите, ситуация какая. То есть цифровой сигнал, что DMR, что NXDN, когда получает большое количество ошибок, он просто не открывает динамик. Соответственно, если нет связи уже, ну то есть превышено количество ошибок, то вы просто ничего не услышите, и как у нас было на шестой точке. То есть что эта антенна, что штатная антенна КРА-23, уже связи не было никакой. В аналоге она еще пыталась, вот эта станция, что-то принять, но тоже уже все. Это предел для данной серии, что для 3000, что для 1000. Если, кстати, сравнивать вот эти серии, в принципе, данная станция, работая в DMR режиме, она ничуть не уступила более высокой серии 3000, работающей в NXDN. Причем, если вы обратите внимание на технические характеристики Kenwood на сайте или в спецификациях, то для режима NXDN все-таки Kenwood уделяет большее внимание. И обычно, если брать по избирательности, по чувствительности, режим NXDN имеет лучшие параметры, чем режим DMR Kenwood. Но здесь станция, в принципе, не уступила, что интересно. Ну, про 3000 я в отдельном ролике тогда расскажу. Смотрите дальше. Какой эксперимент мы еще провели с этими станциями во время тестирования? Проверили мы, как влияет на дальность связи установка ключа шифрования, ну, то есть с ключом и без, есть ли разница в дальности связи. Но абсолютно нет. То есть, опять же, теоретически, если представить, ну, шифруется трафик, да, передается сигнал зашифрованный. Но если количество ошибок уже превышает определенный порог, то хоть же зашифрованный он будет, хоть не зашифрованный. Без разницы. Но тут нагрузка, в общем, ложится на цифровую обработку, да, на сам процессор, чтобы зашифровать трафик. Но на дальность связи это явно никак не влияет. Поэтому мы никакой разницы и не получили. Поэтому мы считаем, что смело можно использовать какое-то шифрование, какое доступно, да, и по закону вы можете использовать. И никаких проблем с дальностью связи у вас не будет. Другое дело CTCSS, да, здесь, опять же, если низкочастотная составляющая не принимается, да, или принимается с какими-то искажениями, то, возможно, шумодав станции открываться не будет, да. Здесь же, я думаю, что в цифре таких проблем уже не будет. Ну, все, все точки будут показаны в общем файле. И в видео это тоже будет представлено. Отдельный эксперимент мы по ключу и без вынесем в отдельный ролик, чтобы не потеряться, да, в каком из роликов именно мы это проверяли. И перенесем это в плейлист эксперименты. Так что можно вот этот коротенький ролик будет отдельно посмотреть. Все, на этом тогда заканчиваем. Это Viva Telecom. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал. Всего вам доброго, до свидания.